МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Марии Иронич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Территория здоровья. Школа-интернат номер 9. Флориат всероссийского конкурса. Детский сад номер 16. Участник проекта Школа Росатома. Готов к труду и обороне, старшеклассники сдают нормативы комплекса ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. СОРОВ примет участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в городах численностью населения ниже 100 тысяч человек. Претендовать на грант будет дизайн-проект благоустройства парка культуры отдыха имени Зернова, включая прилегающую набережную реки Сатис. Окончательную концепцию будущей реконструкции направит конкурсной комиссии в конце марта. И в ней постарается учесть все многочисленные пожелания горожан. И как показали прошедшие голосования, их немало. В связи с данной проведенной работой получился рейтинг по определенным мероприятиям, которые целесообразно реализовывают в парке. Первое место по востребованности заняла лодочная станция. 66% участников опроса проголосовали за лодочную станцию. За появление новых детских игровых площадок проголосовало 55% саровчан за кафе 51. А также зимние горки, веревочный городок, спортивные площадки, велопарковки, велодорожки, места для пикников, прокат инвентаря. Общая сумма гранта, на которую будет претендовать наш город, приблизительно 100 миллионов рублей. Готовый проект нужно будет представить на областной этап конкурса до 13 апреля. Общественные обсуждения запланированы на 5 апреля. Конкуренция большая, так как в Нижегородской области 12 малых городов, которые имеют право стать участниками конкурса. А проектов, прошедших на всероссийский уровень, будет не более 4. В Санкт-Петербурге прошла 4-я всероссийская конференция «Здоровье, сберегающие технологии в современном образовании». На ней были подведены итоги конкурса «Школа здоровья-2018», в котором приняло участие более 200 организаций со всей страны. Школа-интернат номер 9 стала лауреатом в номинации «Образовательная организация «Территория здоровья». Подробности далее. Каждому ребенку здесь подходят с особым вниманием. Медицинский персонал и преподаватели действуют сообща и вместе разрабатывают программы воспитания и адаптации. Благодаря педагогам-интернатам школа неоднократно становилась победителем конкурсов среди учреждений, содействующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. В этом году мы приняли участие во всероссийском конкурсе «Школа здоровья-2018». Педагоги нашей школы представили на суд экспертов образовательные программы и методические разработки по здоровьесбережению детей с ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе школа-интернат номер 9 стал лауреатом и была награждена медалью за отличные успехи в области здоровья и сбережения и дипломом в номинации «Образовательная организация территории здоровья». У нас принимал участие и социальный педагог, и врач, и дефектолог, и логопеды. То есть у нас было несколько работ. Участие в конкурсах занимает огромное количество сил и времени, заставляет совершенствоваться, профессионально расти и дарит вдохновение и удовлетворение от проделанной работы. На конференцию съехались участники со всей страны, преподаватели общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также коррекционных учреждений и дошкольных заведений. И главная их задача – это создание в своих образовательных организациях таких условий, которые позволят детям не только получить образование, но и подготовиться к дальнейшей успешной интеграции в обществе. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В школах города объявили карантин. Как сообщает Департамент образования, в связи с высокой заболеваемостью детей до 26 марта приостановлен образовательный процесс в здании лицея номер 15 и в 16 классах других школ. С информацией о продолжении обучения с использованием дистанционных технологий можно ознакомиться на сайтах учреждений. Врачи призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ и гриппа в организованные детские коллективы и напоминают о необходимости профилактики по предупреждению этих заболеваний. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Разрешение на охоту в Нижегородской области начнут выдавать со 2 апреля. Об этом сообщили в региональном комитете Госохотнадзора. Напомним, сейчас добыча диких зверей запрещена. Это значит, что любое нахождение в лесу с ружьем будет приравнено к браконьерству. Нарушители ждут штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Прием документов для оформления ежеквартальной выплаты неработающим пенсионерам, чья пенсия за март не превышает 7300 рублей, продлится до 30 марта. Документы принимают в кабинете номер 236, здание администрации с понедельника по четверг с 13.30 до 17 часов. В следующий четверг Саровский медицинский колледж проведет день открытых дверей. Школьникам расскажут о том, что необходимо делать для поступления, какие знания можно получить в стенах колледжа. Также все желающие смогут познакомиться с кабинетами доклинической практики. День открытых дверей начнется 29 марта в 15 часов. В детском саду номер 16 прошел семинар участников инновационной сети «Школа Росатома». Руководители и педагоги детских садов Сарова, Зеленогорска, Озерска, Трехгорная, Железногорска, Уральска и Снежинска рассказали коллегам о том, какие технологии используют в работе. Провели экспертизу среды детского сада «Кораблик» и поучаствовали в дискуссиях. Проект «Школа Росатома» уже восьмой год реализуется в 20 городах присутствия госкорпорации. Это школа, которая растет вместе с ребенком, поддерживает и развивает его, начиная с детского сада. И главная задача проекта – найти или изобрести такие технологии, которые позволят внедрить в работу новые образовательные стандарты. Это значит развить любознательного, открытого, свободного ребенка, который проявляет инициативу, который не боится делать выбор. Даже если этот выбор ошибочный, вот это задача, которую решает сеть инновационных образовательных организаций проекта «Школа Росатома». Детский сад, в котором работает Елена, находится в инновационной сети три года. Поэтому старший воспитатель прошла уже через всю серию семинаров и даже стажировалась в Нидерландах и Австрии. Задача была проекта – вооружить нас технологиями российскими, технологиями, те, которые есть за рубежом, чтобы мы смогли написать свою образовательную программу так, чтобы она была на порядок другой, чтобы она была эффективной. И если для Елены такие семинары уже не в новинку, то для наших воспитателей это первый подобный обмен опытом. Детский сад номер 16 стал участником проекта только в конце прошлого года. Мы только вступили в эту сеть, и нам было интересно мнение других городов, как они начинали работать, к чему они пришли, что у них новое, что мы у них можем взять. Мы на данный момент поделились тем, в какой среде и как мы живем, каким технологиям. Участники семинара рассказывали коллегам, как они работают с детьми. Больше всего воспитателей-педагогов впечатлила технология из города Зеленогорска «Тайм-Чойс». Суть ее работы в том, что воспитатели не навязывают свое мнение, а ребенок самостоятельно выбирает, чем он хочет заниматься. Но при этом он должен соблюдать определенные правила. И, возможно, эта технология скоро найдет применение и в нашем городе. Мария Ируинч, Владимир Исеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Школьники седьмых, восьмых и девятых классов приняли участие в облачной школе инженерного образования. Этот проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Его главная цель – наладить эффективное взаимодействие между преподавателями и школьниками и с помощью современных технологий изучения точных наук сделать традиционные уроки по физике и математике более интересными и полезными. Любимый предмет в школе восьмиклассницы Насте Сустатовой – физика. Девушка с легкостью решает олимпиадные задачи и с домашним заданием справляется быстро. Когда появилась возможность побывать на открытом уроке проекта «Облачная школа», школьница сразу же согласилась на участие. Ее мнение – проводить такие занятия надо, но не для всех. Мне нужны не всем ученикам. Многим не нравится физика, многим это не нужно. Но в уроках это займет очень много времени. Скорее на факультативах для тех, кто серьезно увлекается физикой. Из чего состоит электрическая цепь? Чем отличается транзистор от резистора? Что такое сопротивление и как настроить вольтметр? В течение часа ребята получили ответы на все эти вопросы. Настя Сустатова уверена, что если предоставится возможность, она с удовольствием придет на подобное занятие еще раз. Потому что это очень интересно, это большой вклад в учебу, в свои знания. Наверняка это потом пригодится в жизни. Проводя такие занятия, организаторы преследуют конкретную цель – рассказать о сложной науке так, чтобы современные школьники действительно увлеклись ей. И в будущем у ребят появился интерес к профессиям технического профиля. Мы хотим еще заблаговременно представить им физику как довольно понятный предмет с ожидаемым результатом. Проект «Облачная школа» не ограничивается занятиями в классе. Организаторы приготовили для участников проекта со всей Нижегородской области онлайн-семинары для дальнейшего погружения в мир инженерного дела. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Четыре шага до титула чемпиона и всего один до выхода в финал. За звание лучшей команды Первой лиги сражаются четыре клуба – «Металлург», «Сеченово», «Кварц» и «Саровинвест». В эти выходные хоккейный клуб «Саровинвест» проведет выездной полуфинальный матч областного первенства по хоккею. Наши спортсмены скрестят клюшки с хоккеистами сбора. Команда «Кварц» стала единственной обыгравшей «Саровинвест» в регулярном турнире. Соперники буквально вырвали победу в овертайме. Но в первой игре полуфинала они уступили «Саровчанам» со счетом 8-1. Поэтому предстоящая ответная игра обещает быть острой и зрелищной. От ее результата зависит, будет ли третий полуфинальный матч. В случае, если победу одержат «Саровчане», они выходят в финал, тогда как «Кварц» вылетает из гонки за чемпионский титул. Если же спортивная фортуна окажется на стороне борских спортсменов, болельщиков ждет третий матч. Он запланирован на 25 марта у нас в Сарове. Нашей любительской команде необходима поддержка болельщиков. Спортсмены приглашают «Саровчан» на бор. Начало встречи в 13.00. Прыжки в длину с места, наклоны вперед, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс. В спорткомплексе «Юниор» прошла очередная сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В борьбу за золотые значки и дополнительные баллы при поступлении в институт вступили 11-классники города. Лицейст Никита Кузьмин, как и многие его сверстники, в этом году будет поступать в ВУЗ. Конкуренция на бюджетные места, как правило, большая. И чтобы учиться там, где действительно хочется, необходимо использовать все возможности набрать дополнительные баллы. Золотой знак ГТО при поступлении дает весомые преимущества. Сдают ГТО у нас в классе достаточно немногие из мальчиков. Ну, мне кажется, меньше половины. Но большинство подавляющее считает, что спорт – это круто. По мнению Никиты, навыки, приобретенные в ходе выполнения тестов ГТО, пригодиться могут не только в институте. Даже если судьба занесет его в вооруженные силы, в спортивном смысле он будет к этому готов. Некоторые нормативы, которые сдаешь здесь, есть в армии. Ну, как обязательные. То, что должен делать каждый. Поэтому мне кажется, что это поможет как-то подготовиться или хотя бы понять, что тебя ждет впереди. Валерия Балясникова хоть и рассчитывает получить дополнительные баллы при поступлении в институт, но все же в первую очередь пришла на тестирование для проверки своих сил. Сможет или не сможет пробежать и подтянуться согласно нормативам. Уже три норматива сдала удачно. Все пока что на золотую медаль по нормативам. Надеюсь, что так и будет продолжаться. У старшеклассников города позади легкоатлетические дисциплины комплекса. Впереди еще плавание, стрельба, метание, гранаты и самое сложное – кросс. И чтобы успеть все сдать вовремя и получить заветный значок отличника ГТО, придется много тренироваться и сдавать все с первого раза. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин